Смотрите, пожалуйста, вот вчера у нас состоялся разговор с госсекретарем США Джоном Керри, после которого Дженнифер Псаки, официальный представитель Госдепа, сказала, что вы обсуждали возможность проведения четырехсторонней встречи с участием США, ЕС, Украины и России по событиям на Украине. Так ли это? Когда и где может пройти эта встреча? И также госпожа Псаки сказала, что события последних дней на Украине подготовлены России. Что вы могли бы ей ответить? Спасибо. В отношении того, кто готовил и готовит события на Украине, наверное, наши американские партнеры пытаются анализировать ситуацию, примеряя свои привычки на других. Я слышал также, помимо заявления госпожи Псаки, что господин Карни, официальный представитель Белого дома, высказывался на ту же тему, говорил о том, что некоторые демонстрации в Восточной Украине и на юге Украины проплачены, что в них участвуют люди, не являющиеся местными жителями, и что за этими событиями стоят внешние силы. Звучало так, как будто он вернулся на пять месяцев назад и описывает происходящее на Майдане в центре Киева. И насчет того, кто что проплачивал в этой истории, уже достаточно утекло информации, которая имеется в наличии и никем никогда не опровергалась. Проплаты, которые связаны с глубинными причинами нынешнего внутриукраинского кризиса. Поэтому я оставляю это заявление на совесть наших американских партнеров. Если говорить по-русски, не надо валить с больной головы на здорово. Что касается наших обсуждений с Джоном Керри, а также с нашими германскими партнерами, я вчера еще общался с Франком Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Федеративной Республики Германии, то действительно мы готовы рассматривать многосторонний формат, в котором были бы представлены европейцы, Соединенные Штаты, Россия и украинская сторона. Как объявила госпожа Псаки, американцы исходят из того, что такая встреча состоится дней через 10. Мы с Джоном Керри какую-либо конкретную дату не обсуждали, потому что по нашей договоренности сначала необходимо понять, какой будет формат этого мероприятия, какова будет повестка дня и какие будут, если хотите, правила процедуры. Что касается перспективы реализации этой инициативы, повторю, мы к этому готовы, здесь важно иметь в виду два момента. Во-первых, что такое украинская сторона. Нам пока американские коллеги говорят, это вот нынешние власти в Киеве. Мы не отказываемся от общения с ними. Уже несколько недель назад президент Путин поручил членам правительства и председателю правительства контакты осуществлять по текущим вопросам, которые требуют решения в сфере экономики, в социальных делах, да и по линии внешнеполитических ведомств. Я вчера тоже общался с Андреем Дещицей. Но по нашему глубокому убеждению, и это убеждение пока никем не опровергнуто, нельзя достичь успокоения ситуации и ее перевода в русло национального диалога, если украинские власти будут продолжать игнорировать интересы юго-восточных регионов страны. С момента захвата власти никаких жестов позитивных в сторону юга и востока Украины сделано не было. Напротив, эти жесты были в большинстве своем негативны, начиная с истории об отмене закона о региональных языках, хотя это не было подписано, но тем не менее сигнал был очень ясно послан на юг и на восток. И кончаясь заявлениями о том, что никакой федерализации, никакого особого статуса для русского языка и вообще, мол, этнические русские не имеют никакого отношения к украинской государственности. Все эти сигналы при отсутствии элементарного уважения по отношению к югу и востоку Украины воспринимались в этих частях страны как игнорирование их законных интересов. И отказ от диалога воспринимался как сигнал к тому, что если они сами не позаботятся о своих правах, то никто о них не позаботится. И только когда вот это вот абсолютно понятное возмущение игнорированием своих интересов вылилось в протесты, только тогда власть стала суетиться и направлять своих эмиссаров на юг и на восток. Это нужно было делать неделя назад, если не месяца назад, учитывая, что те, кто захватил власть, уже руководят Киевом с 22 февраля. И в этой связи любые многосторонние форматы, которые игнорируют наличие вот этого возмущения на юге и востоке тем, что делает по отношению к ним нынешнее киевское руководство, игнорирование этого возмущения и законных интересов юга и востока не позволит эффективно работать в каком бы то ни было формате. Мы за то, чтобы юг и восток Украины были представлены на предстоящих мероприятиях. Меня спросил Джон Херри, как это можно сделать, кто будет представлять южные и восточные регионы, потому что там есть и губернаторы, и там есть свои стихийные собрания граждан, которые объявляют о создании своих органов власти, как выйти из этого положения. Конечно, я не думаю, что те олигархи, которые были назначены губернаторами ряда регионов, будут достойно представлять юг и восток Украины. Но есть критерии другого плана, и это кандидаты в президенты. Практически все ведущие политические силы страны назначили, одобрили кандидатуры на президентских выборах. И как бы не относиться к этим президентским выборам, все-таки кандидаты, которые были одобрены политическими партиями, они представляют легитимные политические силы украинского государства. И, конечно, наверное, речь не должна идти обо всех кандидатах, их там больше 20, но от ведущих политических партий, от ведущих регионов страны вполне можно определить группу лидирующих политиков, которые вполне могли бы быть приглашены на многосторонние встречи для того, чтобы при поощрении внешних игроков России, Евросоюза, Соединенных Штатов начать, наконец, с властями в Киеве национальный диалог или положить начало процессу, который приведет к национальному диалогу. И итогом такого процесса, конечно, должна быть конституционная реформа. Такой подход с определением круга украинских участников этого процесса полностью соответствовал бы тому совместному заявлению, которое мы с Джоном Керри приняли 30 марта в Париже. И мы в этом заявлении, напомню, выразили готовность работать с нынешним украинским правительством и в более широком плане с украинским народом, чтобы добиваться решения задач, включая обеспечение прав национальных меньшинств, языковых прав, разоружение нерегулярных формирований и провокаторов и проведение инклюзивной конституционной реформы, на что обращаю особое внимание. Вот работать не только с правительством, но и в более широком плане с украинским народом, а политические партии, которые своих кандидатов в президенты выдвигают, представляют, каждая из них определенную часть украинского народа, и работать над инклюзивной конституционной реформой. Инклюзивный – это такой термин, заимствованный в русском языке, который означает, что все ведущие группы общества должны быть представлены в этом процессе. Пока же, и здесь я перехожу к объяснению второго аспекта, который связан с перспективами созданного многосторонней встречи, пока же конституционная реформа творится келейно. В начале марта прошло сообщение о том, что Верховная Рада сформировала то ли специальную группу, то ли специальную комиссию, которая работает над проектом новой конституции. Но никакой информации о том, что конкретно обсуждается, какие конкретно концепции закладываются в этот очередной проект основного закона Украины, не поступает. Я пытался получить соответствующие разъяснения от Андрея Дыщицы, когда мы с ним на коротке встречались не так давно в ГАГе, на полях саммита по эдерной безопасности, пытался получить разъяснения от Джона Керри, учитывая, что американцы самым плотным образом, насколько я понимаю, вовлечены в процесс подготовки новой конституции Украины через свое влияние на нынешних руководителей в Киеве. Мы внятных разъяснений не получили. Мы только слышим из уст то господина Яценюка, то господина Турчину, что никакой федерализации не будет, дадут какие-то новые полномочия регионам. Но это опять подход такой, знаете, свысока. Если вы действительно готовы дать полномочия регионам, пригласите регион, сядьте вместе с ними, услышьте, что они хотят, и потом начинайте переговоры. В пользу этого высказываются многие политики, в том числе не только в России, но и в Европе и на самой Украине. Так вот, если вот этот 10-дневный срок, который требуется, как сказали американские представители, для того, чтобы созвать эту многостороннюю встречу, исходит из того, что господин Яценюк публично обещал завершить подготовку проекта Конституции к 15 апреля, то у меня возникает вопрос, не планируется ли созвать многостороннюю встречу, когда проект Конституции уже в Верховной Раде будет представлен, и все регионы, которые не испытывают доверия к нынешним властям, просто будут поставлены перед фактом. А нас пригласят на эту встречу для того, чтобы мы, по сути дела, своим присутствием осветили, легитимизировали проект Конституции, который никто до сих пор не видел. Вот какие у нас есть соображения, я честно говорю об этом публично, потому что очень часто содержание наших переговоров американскими представителями искажается на публику. Вот два соображения, о которых я сказал, состав участников с украинской стороны, и необходимость нести ясность вопроса о том, что происходит с работой над украинской Конституцией, и когда этот процесс будет по-настоящему инклюзивным, как мы с Джоном Керри договорились и объявили всему миру, и когда он будет транспарентным. Я думаю, что вполне оправданно получить ответы на эти вопросы. Спасибо.